От пяти спальных и двух административных корпусов, кинотеатра, котельной, библиотеки, сауны, столовой, а также двух беседок санатория остались лишь руины. Тезка нашей страны своим видом напоминает Чернобыль. Только трагедия санатория далеко не техногенная. Санаторий был заполнен дыхающими круглый год, но это было в прошлом. Сейчас это заброшка с горами мусора. Здесь обитают наркоманы и бездомные. Бывший санаторий Украины за долгие годы простоя превратился в настоящие развалины. Неудивительно, что дельцы положили глаз на лакомую территорию на французском бульваре, еще и на берегу моря. На этом месте решили построить пять высоток с детской и спортивной площадками, маленьким сквером и полем. Общественников такая инициатива возмутила. По утвержденной градостроительной документации, а именно по плану зонирования и по утвержденному детальному плану территории, данная территория дает возможность производить застройку исключительно объектами санаториев. Кроме того, утвержденный детальный план территории не предусматривает здесь размещение вот таких восьми очередей, десятиэтажных объектов высотного строительства. На этой территории законно можно строить исключительно рекреационные объекты. Учреждение, где для лечения используют природные ресурсы, минеральную воду, грязи, соляные пещеры и морской воздух. Вряд ли многоквартирный муравейник обеспечит людям оздоровление. Существует и так называемая схема инженерной защиты территории города. Согласно этому документу, площадь, на которой располагается бывшая здравница, нуждается в проведении противоползневых работ. Естественно, никто этих противоползневых работ проводить не будет, а дополнительная нагрузка на верхнюю кромку склона вместе с находящимися уже здесь соседними высотными зданиями создаст дополнительную вероятность возникновения техногенных последствий, а именно обрушение части склона, проседания его. Общественники также заметили, что застройщик планирует якобы незаконно снести полуразрушенные здания санатория. Как только собственник и застройщик уничтожат данные объекты, он потеряет право собственности для использования данных земельных участков. Интересно, что градостроительную документацию в мэрии утвердили еще в августе прошлого года. Однако на сайте градостроительного кадастра Одессы с документом ознакомиться почему-то невозможно. Видимо, чиновники решили не выкладывать скандальный проект на всеобщее обозрение. Продолжение следует...